Всем привет, с вами Прия. Сегодня вновь проверяем недельную удачу, надеемся на замечательный лут, и я уверен, упадет что-то реально классное. Наверное, это не будет плюмаш повторный для Монаха, наверное, это не будки, либо повторные вещицы, будут, конечно же, самые полезные. Начинаем. Так, на Монаха поясок. Поясок, который повышает вероятность избежания. Ну, если его очистить, то это будет неплохой, наверное, 475 обычный поясок. Стоит задуматься об этом. Может быть, это действительно полезно. Модификаторы текущей недели — это усиливающий, взрывоопасный и тиранический. Усиливающий — это то, что мобы и боссы бафуются от убийства мобов. Взрывоопасные — это сферки, насколько я правильно помню. То есть есть прекрасная Викаура, которая подсвечивает абсолютно все эти сферки. И что там осталось? Тиранический. Ну, тиранические боссы усилены по ХП и атаке. В целом-то, если сферы нормально будут убиваться, если пулы будут танками ровные делаться, то не особо-то и тяжелая неделя. Правильно? Правильно. Да и, как говорится, что нам стоит пятнашку зачистить при текущем, там, итем-левеле, при текущем плаще. Я не думаю, что в этом есть какая-то нынче сложность. Но все-таки сферы килять нужно. Без убийства сфер. Не думаю, что вы далеко уедете. На ДК мне нужен Геттику. Тут других вариантов просто быть не может. То есть либо Геттику, ну, либо ничего. Такой вариант лучше. Это тоже поясок. Зачем? Я не понимаю. Ну, поясок хотя бы там с избеганием, да, получается. Поясок с Гетко-Разума. Второй или третий? Я не знаю, сколько их рангов всего. Ну, наверное, это полезно. Я оставлю. Посмотрим, что из этого получится. Вообще, по симблю. Как говорится, результат вы в виде картинки увидите. Я пока что не знаю результат, увы. Также сундучок купил. Со странных экспедиций. Может, маунт упадет? Да-да, четыре маунта, проверяй. Вот он, значится, раз. Вот он, значится, два. Вот он, три. А четвертый, ну, не знаю, по почте пришел. ВВП-сундук. Ну, тут по классике азеритка, да? Ага, в запястье, ну-ка. Ух ты, с умничным разрушением третьим. Полезно, полезно. Ну, я оставлю так ради прикола. Почему бы и нет? Пыль я уже реализовывать не буду. Азеритки самые лучшие на холике. На Бладе вроде тоже неплохие. Что хоть за вещицы упали на трансмог. А плечи туманного странника. Ну, такое некрасивое. Далее, капюшон туманного странника. Это типа из одного сета все. И штаны морозного ветра. Ну, это для кастеров, для тканников. Тканевые сеты неплохие. Но кожаные, особенно с огненными крыльями, огненными плечами, смотрятся намного красивее. Далее идем. Далее, что у нас там осталось? Воин. Воину нужно лутать щиток. Воину нужно лутать полезные тринкеты. Maybe колечко какое-то. Не знаю. Что выпадет, то выпадет. Как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. А вот конкретно шмотки смотрят, потому что шмотку носить нужно. Тут иначе не скажешь. Дополнительная добыча. Интересно, с кого? С того, что мы джайну убивали недавно. Хотя занимаемся этим каждую неделю. Дропаем маунтов и все такое прочее. Как говорится, кто там хотел, тот уже давно к теме. Рейдиком присоединился и прекрасно маунтов дропает. Хочу щиток. Да, мне нужен щиток отсюда. А, но в итоге это пояс. Серьезно? Три из четырех сундуков дали мне пояса. Это какой-то пранк? Окей, пранк удался. И я не хочу его оценивать на все 10 баллов. Ну так, типа. На три из десяти можно оценить. Но это не смешно, когда падает три пояса. Ну ладно. Стоит отдать должное. Они вроде бы неплохие. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Я думаю, вам упадет лут поинтереснее. Уж точно, чем мне. И получше. Касательно проков. И касательно стат. Берегите ноги. Мойте руки. Не забывайте о ссылках в описании. До скорого. Корректор субтитров.